Это было 15 лет назад, так что определенная даже годовщина сейчас, понимаете? И вот, что я могу сказать о Михаиле Ефремовне. Я не знал его как человека, я не знал даже как автюра. Хотя, как я родился в Советском Союзе, я хорошо помню фильм о его отце, понимаете? И сейчас, я как я смотрю на то, что он, то, как о нем говорят, что на него опрошлось, понимаете, он был еще, кроме этого, уже назван, он был еще политически интересен. И очень серьезно, поскольку к его словам прислушивались, а это, мы видим, похваститься, скажем так, и люди. Понимаете, он говорил против этой власти, не боясь подстереть, потому что ты не мог. И вот получилось, что он оступился, и все то, что я за сеть ему хотел предъявить, она ему предъявилась. Сейчас я могу сказать, например, то, что я вчера прислышал здесь, что в машине мог за рулем быть не он. И знаете, мне это показалось очень предыдущим, потому что просто такой момент, фактически. В том виде, в котором он вышел из автомобиля, его начали опрашивать, это не то, что автомобиль, а даже велосипед вести. Ты что, недалеко? Понимаете? И мне не верится в прошлое, абсолютно на дону. И вот на плакате написано, допустим, производство производителя, вот здесь. И мне что, идти туда? Никто не задумывается о том, о тех количествах алкоголя, которые производятся в стране. И буквально с 13-14 лет страна начинает скрываться. Понимаете, вопрос к властям. Вы судите сейчас Ефремова за одно убийство? И то не доказано. А почему вы не судите этих людей, которые считают себя вполне испытабельными, которые бизнес начнёт на чём-то более и более стоить? Понимаете? Понятно. Спасибо.